Я абсолютно обожаю рыжих женщин, их попы и все остальные части тела. Но во всем остальном это, конечно, генерал Барков. Если в церемонии участвуют геи, антисоветчина. Антисоветчина? Фамилию этого человека, я ему напишу гадость. Мы своих не сдаем. Мы боремся против беспредела криминального авторитета Виктора Зуева. Лучшие игры это, которые хорошие и дают бесплатно. Лучшего варианта не будет за сегодня. Ты такой геннезий. Джаб, один из тех, кто играет в команде Overwatch. Я думаю, что он играет в Оскаре. Героя года. Комрада всех бывших главредов Александра Кузьменко. И Александра же Артемова, который верит, этот мир реален. Так точно. Мы сегодня в частности пытаемся предугадать будущее победителей за Game Awards. Поэтому, как нельзя, кстати, новые карточки эмоций из футурамы. Подозрительный фрай. Shut up and take my money. И ее величество гипнозама. Смотрим внимательно. Да, да, да. Все, внимательно. Добро пожаловать в чат. Можно мне ее сразу? Да, конечно. Забирай. Друзья, церемонию The Game Awards, которая случится вот на днях, часто называют игровым Оскаром. Насколько сравнение это корректно? А можно я начну? Конечно. Ты знаешь, после того, как много лет назад самая главная кинонаграда вообще в мире была отдана в количестве, не знаю сколько, на 10 штук или 11 фильму «Возвращение короля в две башни», да? Как там это вот называлось? Я, в принципе, уже с тех пор не ориентируюсь на премию Оскар. Ну, господи, Хали Берри получила Оскар за фильм «Бал монстров», а после этого сыграла «Женщина-кошки», да? Вот из «Игр года», вот что из этого «Две башни»? Контрол. Потому что? Как тебе сказать? Я покажу вот такую, можно вот карточку? Потому что мне обидно, мне до слез обидно, потому что я всегда вот до буквально этого года был дичайшим фанатом «Ремиди». Я обожал первый «Макс Пейн», второй «Макс Пейн» — это просто величайшая, наверное, игра. Вот. «Алан Вейк» — игра, хотя ее очень многие не оценили в свое время, там, я помню, были «Семерышные» какие-то оценки и прочее, тоже мне дико понравилось, и в том числе благодаря этому «Саспенс» и прочее. Контрол я, естественно, ждал. Да. Вот. «Shut up and take my mind», да? Новая игра от «Ремиди». Но! Но! И вот приезжаю я буквально в этом году на такую выставку в городе Лос-Анджелес, которая называется «Е-3». Надеюсь, не надо объяснять, что это вообще такое. Самая главная игровая выставка. Слышали. Там, слава богу, Оскар не раздают. Прихожу, там, вот, «Ремиди», «Сэма Лейка» не привезли, к сожалению, там, да. Вот, говорит, на, мужик, садись, играй. Мы знаем, что ты большой фанат, короче, всего этого дела. В общем, это был стенд британского издательства «505 Games». Они в каком-то маленьком закутке. Я там ходил, бродил и искал, где находится вообще это. И только там можно поиграть. И женщина у них, кстати, там, дизайнер был или художник, и она давала интервью, и она похожа на героиню была чем-то. Ты сегодня за «Контрихоуп». Ну, согласись. Или так получилось? Есть какой-то похож. На самом деле, я думаю, в принципе, мы немножечко похожи, потому что, когда только анонсировали «Контрол», мне просто личку оборвали подписчики и знакомые, такие «Ааа, ты должна делать, ты должна делать, ты должна делать». И я, на самом деле, хочу как-нибудь все-таки сделать фотосет. А это сейчас, подожди, ты сейчас не в образе, да? Я просто думал, что ты как раз в... Нет, я так за хлебом хожу. Она в образе, она бы летала. Да, да, да. Вот как здесь. Короче, прихожу на «И-3» посмотреть замечательную игру, такую, прям, а, давай, сажусь, через 10 минут. Мужик. Как вот спрашиваешь? Мужик, что делать-то? Куда идти? Подожди, у тебя мужик был? Да, у меня был мужчина. А, мне просто объяснял женщина, и она, видимо, сама тоже не очень понимала. И он тоже не очень понимал. Он такой, так, ну, сейчас, я там был уже. Он говорит, так, эй, там Джон, там Джордж. Или, не знаю, они же финны, там Юка, ну-ка, пойди сюда. Приходит там Юка такой, да, вот так вот, да. Так, окей. 40 минут я в это проиграл. Как-то странно, вроде релиз уже через 2 месяца. Ну, как такой билд можно вообще вести? Вышла игра. Я такой, так, купил сразу там, как я... Естественно, как я мог не купить, ремиди денег не дать. Запускаю. Плохо. Все. Хреново написано. Хреново снято. Смоделированы уровни так, что этих людей не надо допускать, по-моему, вообще вот ни до какого моделирования уровня. Это игра 2000, блин, 19-го года. Я хочу тупо видеть стрелку, куда идти. Я не хочу копаться здесь, наверное, по 7 вот этим вот этажам и вызывать лифты 20 раз. Что за бред? Ноль номинаций. Хотя я по-прежнему очень верю в Сэма Лейка. Он говорил, что это писалось, что он там главный его творческий продукт, что он это все через себя пропускал 5 лет последние. Я не понял, что он там пропускал, но лично мне, как большому фанату Ремиди, эта игра дико не понравилась. Если бы она называлась Control и выпускала ее, черт знает кто, из города Синьхуа, там какой-нибудь, да, например, в провинции Сычуань, может быть, мне она понравилась больше. Но не тот уровень. С моей точки зрения, называть The Game Awards игровым Оскаром это более чем оправданно. И мне кажется, больше всего номинаций все-таки возьмет Death Trading, как у нее сейчас, в общем-то, больше всего. Их 8. Не 9 разве? 8. А как же Control? Control 7. Я надеюсь, что Control что-то займет, но явно все-таки по количеству наград больше будет Death Trading. Такая попа в первой рейдинге. Лучшая финская игра 2019. Все, это готов. Единственная номинация. Я абсолютно обожаю рыжих женщин, их попы и все остальные части тела, но все-таки соглашусь с Александром Владимировичем, что эта игра имеет ряд недостатков. Но, однако, поспорю с тем, что в 2019 году нужно в игре иметь стрелочку, чтобы понимать, куда идти. Ну как так? Ну серьезно. Ну взрослые же все люди. Я скажу так. Если в церемонии участвуют геи, гомосеки и диверсити, то называться Оскаром можно. Потому что, ну очевидно же, что если всего этого нет, то как бы в Америке зачем делать шоу? Потому что шоу для них сейчас это вот когда много всяких персонажей, кто-то выскакивает там. Вот у нас не игра, а высказывание на тему каких-нибудь проблем придуманных. И если женщина страдает в кадре, то вот это обязательно. Меня очень интересуют придуманные проблемы в игре Super Smash Bros. Ultimate. Где там точно есть? Я только не могу считать. Там бьют женщин. Мне кажется, это очевидно. Там женщины бьют. Женщины бьют женщин. Ну антропоморфных животных еще обижают. Кстати. Если очень не посмотреть по списку, по этому, то я бы отдал, конечно, свой голос за Resident Evil 2. Потому что он прям вот где-то вот тут. Там очень хороший. Причем оригинальный. Оригинальный, да. И ремейк. Но ремейк, кстати, да, да. Но ремейк тоже хорош. И Death Stranding, потому что, да, Кодима. Ну там все это называется. Слушай, Death Stranding это примерно как, знаешь, ну такой вот Оскар за заслуженное все. Давайте сразу на следующую номинацию. Главное, экшен-игра. Ну, по сути, такая номинация, вице-номинация. Можно я скажу крамольную вещь? Лучший экшен именно в плане геймплея в этом году это, ребят, Call of Duty Modern Warfare. Но во всем остальном это, конечно, генерал Барков. Слышишь, как есть в Стартреке такой у них там пилот Чехов, да. Чехов. Вот. И они, наверное, тоже думали, если должны русские, какие там еще русские писатели. Из всех писателей нашли автора Луки Мудищева, да. То есть Александр Барков. Жули. Произведение в школе, к сожалению, не изучаю. Какие, видимо, каких они хотели видеть там русских такого, и авторы нашли, что прям с мотиками. Вы, друзья, смотрели замечательный фильм под названием «Рэмбо 3». Когда-то давно в детстве. Ответственно, я был, считай, ребенком. Мы его посмотрели вместе с родителями тогда. Ну, и маленький Саша там все уже идет спать, там готовится в школу пойти. И слышит, с кухни доносится так вот разговор мамы с папой. Мама говорит, нет, я все понимаю. Но это же какая-то антисоветчина. Собственно, вот игра Call of Duty Modern, блин, Пакин, Варфер, это действительно долбанная антисоветчина. Причем настолько вот клюквенная. Мало того, все ее критики еще говорят, там все это русофобская игра на федеральных каналах запретить и прочее. В конце весне, что русские, в общем-то, не злые. Это просто Барков поехал. А экшен отличный. Антисоветчина. Антисоветчина. А выиграет-то кто, Саш? Я вот, на самом деле, в начале года, когда ты показал эту табличку, я вспомнил, что вышел Apex Legends, очень неожиданно прям так стартанул, типа, оп, у нас игра готова. И стримерам там, конечно, обошляли, чтобы они в нее поиграли. Но, тем не менее, зашло хорошо. Корректорская битва от Респауна. А из того, что мне здесь близко, конечно, Devil May Cry и Astral Chain, я бы сказал, что вот что-то из этого. Я тут соглашусь. Мне тоже кажется, что в этой номинации Devil May Cry 5 выиграет. А почему мне на нее больно смотреть? Потому что я очень люблю вселенную Метро. И, конечно же, у меня были огромные ожидания от Metro Exodus. Но игра вышла рядом. Она мне очень нравится. Я ее очень люблю. Я ее обожаю. Но, конечно, у меня нет ряд проблем. И вот... Поезд не пошел. Нет, он пошел, но пошел. Как проблемы с кряхтением. Где-то там застрял. Пришлось его потыкать. Где-то вообще перезапустить. В общем, там целая большая история. Это вот такая русская народная игра. Нас так сталкер делали и все остальное. Вот она настолько наша. Русский народный жанр с стратегией. Давайте еще эту минуту обсудим. Опять-таки, ваше предсказание. Кто победит? Я сразу могу сказать. Это будет Анна 1800. Некоторым образом посодействовали русской версии этой игры, я помню. Помогали. Смотался ты в 1800. С переводом, да. Да, пообщался там с нужными людьми. Вот. Но клево, из того, что мне понравилось, и я считаю, что это прям крутая история, это Fire Emblem. Потому что есть какая-то магия, потому что у тебя есть несколько домов, ты выбираешь, за кого играть, и там погружение происходит такое, ты с этими персонажами роднишься, они для тебя как просто твои. Ты такой батяня комбата, и они твои, значит, верные солдаты. Кто-то погибает, и ты перезагружаешься, чтобы спасти его. Это прям вот такое боевое братство. Как вот в XCOM'е, когда-то давно. И когда-то давно в XCOM'е, согласитесь, у всех, наверное, такое было, кто играл в старой XCOM'е, там была такая возможность у любого своего юнита, солдата, изменить имя. Да. Конечно же, ты называл самого главного собой, вот, а остальных ты называл своими друзьями. А для того, кого не хватило, ты там ставил Джеки Чан, Брюс Ли, там вот. Я и называла самого главного Кузьменко. Уже тогда. Выбирай. Total War. Там есть такой режим, который называется сказочный, полуфэнтез. Да, там как в фильмах этих китайских дерутся. Один на один, такие с прыжками, там, какие-то здоровые генералы. Это очень круто, короче. Знаешь, у тебя так собираются армии, там тысячи человек с одной стороны, тысячи с другой так сближаются. И тут выходит какой-нибудь мужик. Настает такую катану, там, не знаю, китайцев катан называть. Китайский меч, кажется, цвет размером с двух таких мужиков. Дама, там, не знаю, в костюме таком, вот как называется, китайское кимоно, в китайском кимоно, короче, выходит. Ты прав знаток китайской культуры? Абсолютно. Да. Брюс Ли Джеки Чан, я уже до этого сказал. Выходит, а я начинаю такие, ну-у-у-у, вот как в фильмах в 80-х вот этих гонконгских фильмов. А стратегия где? Ну, ты следишь за их здоровьем, короче, у них обилка есть, там, кнопочки нажимаешь. Ну, это что-то лбу, чего так. Самые жаркие споры за игру года в «Навигаторе», когда они были? Слушай, они каждый год проходят, жаркие споры. Ты бы видел, как это происходит. У нас редакция разделена там на несколько частей. Есть редакция, которая занимается журналом, есть которая занимается видео, и есть ребята, которые делают соцсети. И у каждого, естественно, свое видео. Ну, как у нас примерно так же, только мы там используем много нехороших слов, когда выясняем. В том году было, по-моему, когда Девинити-2 должна быть игрой года. Кто-то там за Red Dead Redemption бои идут нешуточные постоянно. Кто-то консольщик, кто-то компьютерщик. Секундочку, а тут что, Девинити-2 круче, чем Red Dead Redemption? Самая главная факин игра за последние лет пять? Кто это был? Ну, такие... Фамилию этого человека. Я ему напишу гадости в фейсбоке. Мы своих не сдаем. Окей, а вот ты расскажи про тему в «Лохматые годы». Ты знаешь, что здесь очень просто делалось, чисто математически. Мы каждый составляли свой список. Там из, допустим, десяти названий. Просто без жанров, там без всего. Там не лучшая стратегия, не лучшая экшена. Просто вот тупо десять лучших игр, которые понравились мне. Вот там, не знаю, Саша, Сережа, там, не знаю, Миша, Лейд и так далее. Вот. И потом, значит, эти списки сверяли. И в каком из них было больше игр на первом, втором, третьем месте, так и ставили. Либо, если меня совсем не устраивало, то, что на первом месте я играл нет. Ты знаешь, у нас один год был в игромании, когда мы вообще не стали давать игру года. Это было потому, что равенство или по другой причине? А потому что год был говно, извините, год был не очень удачный. Не, ну хорошо, было так, что победил кто-то неожиданный, и все такие, блин, все будут писать альтернативное мнение. Ты знаешь, Михаил, не припомню. Во-первых, потому что это было давно, а во-вторых, я никогда не... Ты колебался вместе с Лени Партией. Да, абсолютно. То есть мы слушали аргументы друг к другу там и так далее, да. То есть мы очень многие оценки, например, здорово обсуждали. Ну плюс, опять же, десять лучших игр года. Ну понятно, что в них все поиграли, потому что это зачастую самые какие-то там топовые вещи. Индии мы никогда не давали. Индии мы искренне ненавидели. А мы никогда не давали рейтинг для аддонов. Да, тоже аддоны еще тоже все прям сразу. Лей, что вы сейчас делаете в игробах? Ну система, на самом деле, такая же в последние годы была, то есть создается определенная таблица, куда, в общем-то, все сотрудники редакции, которые там имеют право голоса, накидывают. Реально очень много. Ну некоторые сотрудники ровнее. Да. Не, ну есть разные отделы, есть там вот... Бухгалтерия там, например, пишет. Мнение бухгалтерии стоит дороже. Особенно в конце года. Да, в общем-то, накидывают сначала свои варианты, кому что понравилось, а потом уже, ну как бы, проставляют оценки. То есть, вот, например, у вас возможности поставить там три балла или там один балл и смотрится тоже математически, что выходит. Бывали случаи, когда одна и та же игра получала одинаковые оценки, просто делали еще один там круг голосования. Второй тур выборов, да? Ну да, 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 в таком духе. Ну или бы там уж там главный редактор с ведущими редакторами определяли, кто из этих все-таки лучше. Окей, я к чему веду. Давайте немножко поговорим про голосование на Game Awards. Может быть, не все знают, да? Я посмотрел эти правила. Вообще, в принципе, есть два подхода к голосованию премий. Первый подход — это Академия, когда голосуют сотни заслуженных деятелей индустрии, собранных в Академию. И выбирают фильм «Балл монстров с Холлиберидом». Как вариант? Потому что там есть кто? Бездарная актриса там есть! А есть принцип жюри, когда вот небольшое число таких назначенных авторитетов тоже делают свой выбор. У Game Awards что-то среднее. То есть каким-то образом со всего мира собраны 80 global media and influencer outlets. Что это еще надо понять? Но суть в том, что это какие-то медиа и какие-то вот инфлюенсеры на рынке. Среди них в России игромания. Игромания. Во-первых, как туда попала игромания? Что вы вообще думаете о таком принципе голосования? По основным номинациям. Некоторые голосуются прям публикой, некоторые голосуются партнерами. Вот в основных номинациях вот там так. Как туда попала игромания? Расскажите. Потому что это... Ну, журнал есть такой игровой, про игры пишут, вот, поэтому взяли. Ну, там последние 20 чем-то лет. То есть они сами пришли и предложили? Или это игромания пришла и предложила? Ну, все-таки не в обиду другим коллегам будет сказано. Все-таки игромания из существующих ныне журналов, сайтов, она имеет самую долгую историю. Навигатор я бы попросил. Подождите, подождите. Ну, как-то вышел в 90-м году. В каком? В 97-м. Так это получается тот же год? На три месяца раньше, чем игромания. Да, это очень важно. Да, это крайне важно. Подождите. Причем создатель игроманий, Денис, он сначала сделал навигатор, а потом пошел к вам. И сделал игроманию после этого. Простите, простите. А потом игромания сделала всех. Договарим. Игрополис поговорим, да. Так как попало-то в итоге? Это же было еще при тебе, Саш? Что было при мне, я расскажу другую отдельную историю. Правда, это связано не с Game Awards, а связано как раз с наградой критиков на Е3. Вот с этим. Примерно. Значит, в какой-то момент, мы тогда были вообще суперогромным журналом, там 200 с лишним тысяч экземпляров и так далее. Мне пишут чуваки прямо в самой Е3, из ЕСА Corporation, вот этой, которая организует, собственно, Е3. А также, кто не знал, ЕСА – это те люди, которые еще и рейтинги играм раздают. Там 16+, там, вот это все. Рейтинг, пендинг. Приходите, говорят, Александр, а вот не желаете, короче, там, вот, вот, с вашим, короче, вот, изданием, там, еще поучаствовать награде. Говорите, ну, конечно, с удовольствием, интересно вообще, почему нет? Вот, они говорят, вам позвонит наш специальный, короче, человек, и мы по телефону заполним такую анкетку. Это были времена, когда было нормально звонить по телефону даже со штатов. Звонит мне какая-то дама, ну, судя по голосу, вот, и просто задает там простые вопросы. Как ваше имя? Вот, the name of your outlet, короче, там, как ваш журнал называть? Какой у него там тираж? Какой у него там языке? Ну, стандартная такая штука. Я все это говорю. Он говорит, ну, все, говорит, прекрасно, вы тогда, говорит, как приедете, собственно, на мероприятие, заходите там, вот, специально там у нас будет какое-то небольшое помещение, где вот вам надо будет еще там на месте, типа, зарегистрироваться, и все будет хорошо. Прихожу. Дает мне список, типа, в каком вы издании. Смотрю, смотрю, смотрю. Нет игромании. Вот, говорю, как ваш журнал называется? Я говорю, игромания. Там, типа, спелю, EG, O, и так далее. Нету. Стали какие-то e-mailы смотреть. Ну, там, американцы, вы знаете, если они попадают в шок, они начинают сразу. Я сейчас ей позвоню, ну, как в аэропорту, короче, да, или в больнице. Смотрю, смотрю на этот список. Я там нашел журнал. На E. Знаете, как он назывался? In Romania. В Румынии. В Румынии сегодня. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо. Ты понимаешь, что ваш журнал лишил Румынию права вообще участия в выставке, как жюри? Ты знаешь, мне стало так смешно от этого, что я ничего не стал заполнять. Просто жнулся, уже напойно, допаздывал, больше не зашел. Как вообще должна быть выстроена объективная премия в играх? Вот наверняка кто-нибудь из вас думал об этом. Никак. Как должны выдвигаться номинанты? Как за них нужно голосовать? Ваши мысли? Очень просто. Я имрек, мне нравятся 10 игр, они лучшие. А кто, кто там не согласен, тот идиот. Самое честное голосование, голосование рублем. Лучше долларом, я так думаю. Лучше долларом. Не знаю, немало историй, когда игра выходила, была незамечена, а потом такие все, ааа, так это же был шедевр. Примерно то же самое случилось с фильмом. Просто вот случилась проблема с маркетингом, маркетинг это все-таки важно. С фильмом бегущий проезд в беду, как это случилось. Вот он каждый раз, когда говоришь про непризнанный шедевр, хочешь сказать про бегущие болезни. Сырный миллион таких тем, вспомните, Grim Fandango, да? Это объективно была лучшая игра, которая в принципе вышла в том году. Ну правда. Но не было Game Awards, чтобы сказать об этом. Она вообще не продалась. Просто Тима Шафера после выхода этой игры, после первого уикенда продаж, вот так вот выставили на пороку. Пинка, короче, из Лука Сарса, еще пластиночки кинули. Много таких историй было. А вот, поскольку ты же говоришь, составная часть. Можно выбирать, смотрите, можно вводить камерочки, успешные игры, которые продали очень хорошо, и какая-то группа академиков, назовем их так, будет выбирать с точки зрения эстетической. Почему нет? Лей, твой вариант. Как правильно? Вот ты бы учредила собственную премию. Лей Эвордс. Как бы ты? Если это было Лей Эвордс, выбирала бы я одна, это был бы очень странный выбор. Я не знаю. Там было много контролл номинаций, да? С точки зрения игры, да? Побеждают все игры про рыжих женщин. Не знаю, мне кажется, трехстепенчатая система оценки была бы очень неплохой, если брать, например, представителей от разных игровых площадок, выбирать какое-то еще определенное, не знаю, допустим, состав жюри отдельно от этого, например, взять еще десятку инфлюенсов, которые определенные, там, есть авторитет. Да, независимые. Вот, независимые эксперты. Спасибо, спасибо Александру Владимировичу. Не те эксперты, которые доху-2 сыграли. Так я же говорю, трехстепенчатая, трехстепенчатая. Представитель, как это вот крупных ресурсов. Можно подгнать сразу две, если у тебя сложные эмоции. Представители крупных ресурсов, независимые эксперты. И самый сложный, спорный вопрос, но все-таки хотелось бы каким-то образом собирать еще все-таки мнение самих игроков, либо сделать какое-то голосование, либо смотреть там какую-нибудь среднюю оценку там по ведущим ресурсам. Есть Метакритик, да. В общем, Метакритик посмотрели. Вы же в курсе, что Метакритик? Если ниже 8 баллов, то премию не дают разработчикам. Мы-то в курсе. Мы там, на Метакритике, есть одни из двух изданий, или трех российских, когда есть Метакритики. И мы, да, мы в курсе об этом. Ну, в общем, такая сложная трехступенчатая система могла бы, может быть, как-то помочь стабилизировать, но это ж так поморочно. Хорошо, никто из вас не сделал церемонию, а сделал ее Джефф Кейли. Давайте о нем поговорим. Феномен Джеффа Кейли, он учредитель, продюсер, лицо Game Awards, вообще все. И он, давайте будем честными, он из нишевого и гаражура взлетел в такую звезду, о которой знают все. Он респектабельный, он крутой. О нем говорят, его показывают. И вот не стыдно поставить рядом с любым человеком, там, с Илоном Маской, вообще будет смотреться прекрасно. Нечто подобное у нас, я так подумал, кто у нас? Вот только Дудь. Он это сделал со спортом, он из ниши, там, вышел на первый план. Вот Дудь реален, он есть. А российский Кейли, он вообще возможен в каком-то виде? Знаешь, Миша, я тебе скажу так абстрактно. Доколе у нас не появится игровая культура, а игровой культуры в России нет в массовом понимании. То есть средний человек, который ты основываешь в метро, и пока что Марио, не скажет, что это Марио. И пока не появится у нас игровая культура, у нас не появится своих Кейли. Вот и все. И покуда игры у нас будут называть игрушки, а игрушки, они, как известно, для детей, и поэтому все это несерьезная ерунда, у нас тоже не появится. Я скажу попроще немножечко. Мы все вот в индустрии, за детским исключением, ленивые жопы. Чтобы сделать такую церемонию, как Game Awards, надо так вкалывать, просто каждый день, на протяжении нескольких месяцев. И не факт, что получится, потому что надо договориться со спонсорами, с издателями. Ну, в общем, очень много согласований. Поэтому единственный, кто может такую сделать премию, это, Миша, ты, наверное, потому что ты больше всех фигачишь вот в нашей индустрии, в плане медиа. Мне очень кажется, что Миша специально... Я уже просто вижу ножницы в этот момент. В монтаже. Насчет Келли я знаком с ним лично. Вот так получилось, что на одной из выставок Е3 мы приехали, я тоже работал на MTV, мы делали передачу там иконы видеоигр, виртуалити, и делали репортаж о выставке Е3. Какого-то пришли мероприятия, презентация Sony или что-то такое, и там был Джефф, он делал для Game Teller шоу GTTV. Это, по-моему, год был восьмой или девятый. И у меня микрофон был с кубиком MTV Россия. Он такой, о, там, ну, там, поздоровлюсь. О, чувак, что, в России есть MTV, что ли? Я говорю, ну, как бы, вот, да. Более того, у нас на канале MTV есть передача про видеоигры. И у меня с тобой был ноутбук, я вам показываю передачу. Они смотрят, он смотрит передачу, и там был сюжет, и мы взяли в этот сюжет кадры из его GTTV, ну, потому что на сайте Game Tellers зашли и взяли просто кадры для передачи. Он такой, смотри, ребята, а у вас тут кадры-то из моей программы? Такие, ну, да, вот, немножечко взяли. Он такой, ладно, слушайте, мы в одном холдинге, потому что GTTV у них в Game Tellers в холдинге MTV. И мы, как бы, тоже. Он говорит, мы, поскольку все одной крови, берите наше видео, можете использовать себя в России, как бы, я не против, не вражаю. Очень отличный чувак оказался. Вот, когда все это дело закрылось, по-моему, в шестнадцатом году закрыли. Килле, он молодец, он откололся, пошел по всем издателям, он с ними был знаком, со всеми, там, Sony и Nintendo. Слушай, ну, он вообще всегда знал, где деньги. Его за это до сих пор троллят. Вот таким еще способом. Вот, и сделал. Нашел спонсоров, нашел издателей, совсем договорился. Я не знаю, сколько он стоил, всегда полосочного он посидел с тех пор. Но сделал свое шоу, и оно крутое. Чем он меня поражает? Вот, лично меня. В его голове какое-то огромное количество секретов, да? Он же все это держит в своей голове. Он ни разу свою карьеру, может быть, я не прав, меня поправьте, не прокололся по NDA. И для настолько посвященного журналиста это очень дорого стоит. Расскажите из своей практики, из своей работы случаи, когда вы были близки к тому, чтобы нарушить NDA. Но все-таки этого не сделали. Или сделали, я не знаю. Расскажите. У нас был мировой эксклюзив вместе с журналом Game Informer на анонс Reddaller 3. Reddaller был дико популярный. Мы там получили от электроника с арты все эти крутые, там вот с медведями. Советскими там вот эти. Да, да. Мы там обложку уже нарисовали, тоже зашибенную, нам ее все там везде заверили и так далее. Топ-секрет. Да, абсолютно. И на следующий день должен был быть анонс, вот, типа серии в 5 часов вечера по Техиканскому времени. Вот мы заранее уже запилили новость, туда скриншотов там нафигачили, там прочее. Такую мини даже статью на сайте все это сделали. Только вот я не помню, как звали от того новостника. Это мальчик, блин. Вот. Он это сделал в 5 часов не по Тихоокеанскому времени, а московскому. Вот. И я такой, знаешь, иду домой, смотрю, звонок с номером плюс один, думаю. Кто-то из Америки мне звонит. Честно говоря, я посидел, когда я дошел до дома, потому что я понял, ну все, это швах. Есть такая крупная компания электроника, которая не кажется на это обидится. Мы тут же, естественно, удалили эту новость. Конечно же, скриншоты тут же везде всплыли. Я официально потом писал такое длинное письмо с извинением, что типа там, ребята, все виновные будут наказаны, там, мы сделаем еще что угодно, там, давайте. Ну, ступили, ступили. Это не Half-Life 3, конечно, был, да? У нас была такая ошибка в стримотделе. Тоже просто перепутали дни, когда вроде как про игру можно начать рассказывать там завтра или послезавтра. Человек, который должен был заниматься стримом, такой, а, ну вроде сейчас, да, вот сегодня уже там после четырех. Все, запускаем стрим, запустили стрим, стрим идет полчаса, пишут с, собственно, издателя, да, издатель такой, что это вы здесь делаете? Мы такие, а, мы ничего не делаем, все закрыли, все, не было ничего. Саша, за 21 год навигатора вы были брызги к провалу, я уверен. Я сейчас скажу историю, которая произошла, прям, я до этого не сильно верил в НДА, потому что, ну, там, это же все не по нашему законодательству, там, ну, как бы, тебя могут поищучить, но... Можно я тебя перебью? Я вот пытаюсь, сейчас сижу, пытаюсь помнить того самого замечательного человека, который постоянно нарушает НДА, подскажи мне, пожалуйста, мне, как знаешь его имя. Стататат, который нарушает, да? Да, да. Шрай, 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 шрай. Есть Шрай такой, черт, скататат. Это каждый раз... Лучше к спром заранее подготовленный, так и лучше слив НДА. Да, это вот... Хорошо прописанный контакт. Это каждый раз вызывает отдельную попоболю, то есть вот приходят материалы, приходит НДА, например, Нелезанна рассказывает, а в следующий же день, вот там, не знаю, новости выходят, м-м-м, Шрайер поделился от анонимного источника новой информации. Такие, а к чему это НДА вообще было? Зачем это? Тоже, можно сказать, ну, пули не берут. Что вы хотите? Да, ну, слушай, бывают всякие разные случаи. У нас, например, с журналом Агромания, с одной игрой, не буду что-то называть, достаточно известной, случилось следующее. Она должна была анонсирована, быть на следующий день после выхода, точнее, за день до выхода журнала. Типа, и серию анонсируют, и выходит журнал, он сразу с обложкой, там, материал еще был отличный по ней. И что? В типографии, на которой журнал напечатан, естественно, все тут же слили, да? Вот, а история, я когда понял, в чем Силен, да, то есть, до этого я думал, ну, это же не по российским законодательствам, то есть, тебя не могут пищучить, потому что ты там, как бы, это их закон, на российских граждан не распространяется. Ну да. Мы были на мероприятии Electronic Arts, показывали, там, я не помню, Сим Сити, там, были поляки, я не помню, какое издательство, и там все подопредили, что нельзя фотографии выкладывать ни там, ни в Твиттер, никуда там, ничего, никаких сайтах, А про ТикТок забыли? До десятого, не было тогда ТикТока, и поляки, почему-то, не знаю, почему-то, решили выложить это в Твиттер, и я смотрю, что вот сидит, значит, рассказывает про игру, и вот эти поляки их берут и выводят. Я такой спрашиваю, а почему, что происходит? А они, типа, выложили в Твиттер, буквально сразу пять минут прошло, или три. Такие звуки стрельбы, где-то там. Их вывели, их вывели, и дальше можно рассказывать. Все, то есть я понял, что вот эта работает штука вот именно так. Но я понял, что с тех пор не надо, ну, кстати, да. Если ты не Шрайер. Возвращаемся в номинации лучшая мультиплеерная игра, выбор аутлетов и ваш выбор. Ты знаешь, буду неоригинален, колда. Очень классно сделал мультиплеер, и опять же, всякая русофобия, там убираем. Антисоветчина. Антисоветчина. Рэмбо 3. Убираем все Рэмбо 3, короче, действительно, в плане геймплея, ну, они, знаешь, насколько вылизали просто за все эти годы мультик колды, что, честно говоря, вот у нас в стране, очень странная такая вещь, что у нас батла популярнее, чем колда. Хотя в всем мире это почти не так. У нас и поляк, кстати, еще. Удивительно, да. Но, на мой взгляд, мультиплеер колды, он просто потрясающий. Сам я в него не играю. Потому что, как выглядит моя сессия, старенький уже, да, он на рефлексы не те. Моя сессия все время так выглядит. Проходишь там сингл такой, ну, круто, да, все, пошел в мультик. Ну, сейчас-то я вам там, чук-чук, бум, и подростки там, через вещи карматики стреляют в голову. Идите матом в голову. Это я уже очень много лет просто открепил. Кстати, да. Дивижн 2, это не то, что прям сильно мультиплеер, потому что там можешь призывать себе помощников там выполнять задания, либо просто с кем-то сражаться. Но она крута, потому что большой, интересный мир американский. вот, разрушенный город, Вашингтон. Как мы любим, да, все, как мы любим. Никакой антиамериканщина. Вот, это как раз противовес колде. Я, пожалуй, выбесусь с чередой мнений и скажу, что World Airlines 3 либо Tom Clancy's The Division. Вот, у меня такая вот вилочка из того, что я видела. смотрела. Что тебе больше всего в Барде понравилось? Потому что мне тоже действительно очень понравилась игра, и это первая Барда, которая мне понравилась, хотя я играла в первую и вторую. И акшн, стиль, динамика, вообще все в совокупности. Именно вот мультиплеер. Вместе сингл стали. Там кооператив же, там, ну, как кооператив. да. Просто интересная игра с интересным кооперативом. Ну, короче, надо же буки какой-то награды. Я просто, понимаете, Александр Владимирович, понимаете, просто я не очень люблю классические милитарии игры, да, вот-вот-вот про варвараиенов, вот это вот все, а все-таки Барда права. Это мое субъективное мнение. Это изумный апокалипсис. Окей, не умаляюсь. Самая придыхательная номинация независимая игра. Ты холи бери, ты холи бери, ты холи бери, и ты холи бери, и ты холи бери. Всем Оскара. Да. Подождите, это независимая, еще не дошли до социальных, это независимая игра. Тут, в принципе, ты номинант санданса, ты номинант санданса, ты номинант санданса, а ты независимого питерского тампа. Когда Таназировал, кстати, очень много мата, я помню, там смотрел прям. Это в локализации. Оттянулись. А ты думаешь, что в оригинальной версии там нету? Нет санкзурной лексики. Мне напоминает один случай, как знаменитый разработчик с компанией Фанком когда-то давно приезжал в Россию и говорил, что понимаете, игра Longest Johnny 2, она вот такая специально взрослая, у нас тут все матерятся, говорят постоянно там слово «фак». И там кто-то сидел еще из локализаторов, который эту игру на русский переводил. Вот как вот у вас, например, в русской версии будет звучать «фак»? Он говорит, ну как-как, черт. Я буду пить за диско-режем. Ну вот, как-то понравилась она мне очень. Потому что? Мне нравятся игры про копов. Мне нравятся... А ты «Зисполис 2» выходил же в этом году, да? А ты «Зисполис 2» нет? «Зисполис 2», конечно, выходил в прошлом году. В этом году вышла «Ребел Копс» от тех же разработчиков. Чисто тактический режим. Почему забыли? Наших забыли, а? А Келли, Алисоветчина, что это такое? Ударимся о дно. Мобильная игра года. А что это там за спинка? Вот можно посмотреть? Вот «Call of Duty». Ты любишь «Call of Duty» вроде. Кстати, между прочим. Да, там очень много людей. Там что-то 13 миллионов, что ли, они собрали пользователей. Слушай, я вот до последнего времени работал в одной крупной российской компании, которая очень много делает мобильных игр. И да, ради этого, абсолютно. И делает очень много мобильных игр. И очень много лет всякие разные экспериментальные подразделения этой компании пытались сделать нормальный шутер. И ничего не получалось. Когда вышел «Call of Duty» мобайл, и все в него поиграли, эти люди. И болею. О, оказывается, в чем дело-то было. О, как делать-то надо. Ну и он успешно зашел. Да, деньги заработал безумное количество. Ну почему забыли игру «Асфальт 9»? «Асфальт 15»! Закатали в «Асфальт» Саша. Я вам скажу, что эта игра, она вышла и на планшетах, и на свитче, кстати. И она покручена Need for Speed, я вам скажу. Несмотря на то, что бесплатная. И там надо за что-то платить. Такие вот эти всякие там. Ты не смотри, ты плати. Вот, я, кстати, не платил. Я поиграл где-то часа 3-4, даже не наткнулся в «Playwall». То есть, ну, нормально играется. Нету здесь игры? Ну, я думаю, Sky Children of the Light — это, на самом деле, единственная игра, которой из этого списка я сколько-то ознакомилась, но она мне понравилась. Она очень милая и обаятельная. Лей, итоги года, но в косплее. Они какие? Это, на самом деле, немножко спойлер, потому что итоги года в косплее я буду писать на следующей неделе для игромании. Но можно сказать, что в этом году, мне кажется, российский косплей, косплей в принципе, он прям очень сильно шагнул вперед, потому что очень много сильных образов, очень много интересных каких-то конкурсов, событий, чего только стоит. Это вот замечательный конкурс от... Киберпанк. Я уже спугался про что-то. И то вообще, насколько часто наши косплееры выходят на международный уровень, достаточно вспомнить близком. И что наша чудесная Анна Молева в этом году выиграла практически в цельнометаллическом костюме Сильваны, а в прошлом году в той же самой номинации выиграла другая наша девушка Нарго, это... Можно сказать, что российский косплей, он выходит еще больше и больше и больше на вершины международной, так сказать, славы. А подробности про то, кто какие костюмы сделал, читайте на сайте Игромани через неделю. Так, а Саша сейчас где читать? Есть такой отличный ютуб-канал, называется просто и понятно Кузьменко Медиа. То есть даже читать не нужно? Ну, заходите, подписывайтесь, не забывайте ставить ваши лайки, колокольчик и до новых хреновых... Извини, я забыл на каком канале, держусь. Да, в общем, подписывайтесь, друзья, обязательно, там все очень весело, на момент выхода этого ролика будет еще веселей. Вот эта картинка как соотносится с восьмью номинациями Death Stranding на нынешнюю церемонию? Она должна быть шире, просто там, с другой стороны, стоит этот Сэм Лейк из Remedy, у которого все номинации, они должны вдвоем стоять, с Кодзимой. Вот он, ты его рука видишь на правом плече. Да, да. Видимо, рост мне высокий. Мы же знаем, что Келли был в Канаме, когда там работал Кодзима, и он делал замечательные видео последние часы перед выходом Metal Gear Solid 2. Еще вот эта картинка, да? Еще вот эта картинка. Вот как это соотносится с восьмью, рекордным количеством номинацией Death Stranding. Это преднание, Миша, не завидуй. Слушай, ну, на самом деле, Миша, если говорить объективно, да, с точки зрения именно арта и вот этой высоколобости, он сделал реально классно. Могу сразу предупредить, спойлер, мне не понравился Death Stranding. Я никогда не был фанатом Кодзимы, хотя вот пятый МГС мне дико нравится. Потому что я считаю, что первый раз на кранике Кодзима. Как ты занимался с Логвинова? Мы с ним дискутировали часа три на тему того, что ты дебил и ничего не понимаешь, ну, как Антон любит. Три фактора. Ты, дебил, иди, ну, и дальше. Ты-то куда лезешь, да? Ты-то куда лезешь, идиотина. Ну, давайте уж скажем. Это Антоновы китчфрейсы, не буду их воровать. Мне понравился, но тут нельзя вообще отрицать, как это местами срежиссировано круто. То есть помните, вот буквально в начале, когда где-то через час там геймплея, ты идешь вот там весь обосранный в этом болоте. Через час концент, ты как раз скажешь? Геймплей. Хорошо. Это важно. То есть до этого часто смотришь концент. И там эти на конях скачивают, да, такие безумные чуваки. Нет. И вот когда, помнишь, первый раз у нас какого-то там в каком-то говне вот вылазит из болота, такой смотришь на горизонт, и там вот пять вот этих силуэтов, если руки расставят. Это реально офигенно. То есть это вот момент, когда там еще музыка такая играет. Это пять героиней с контролами. Вот Кодзима, вот что-что, да, можно про него много там всяких гадостей говорить, но как режиссер он крайне оригинальный. Блиц. Отвечаем первое, что приходит в голову. Первый вопрос. Соглядка на сегодняшнее лого. Какую награду стоит вручить Джеффу Кейли? А то какой-то сапожник без сапог сам награждает, а у самого наград нет. Золотой Кодзима. Как бы она была исполнена? Ну, в виде Бридж Бэйби, а там внутри маленький Джефф Кейли. Вот, в капсуле. Лучшего варианта не будет. Величайший шоумен. До земли. Ну, просто я вспомнила фильм, пришла вести. Кстати, хорошая. Вот по Скору. Достойно. Платиновый Халиберин. Не отпускай. Вы не напомнили сегодня про это кино, я буду беститься еще полвечера. Еще одна игра, достойная упоминания, которые сегодня не коснулись разговором, но вот прям должна быть упомянута. Вот игра, в которую обязательно надо поиграть. Это в виду, которую все пропустили. Рэйдж 2. Очень веселая, очень крутая, прям такая задорная, мне очень понравилась. Жалко, что ее своровали прям сразу после выхода. И, к сожалению, не зашла она по продажам. И, скорее всего, мы не увидим ни третью часть, ни там дальше вот этой истории. «The Rebel Cops» — это потрясающий тактический режим «Тезис и The Police», где мы боремся против беспредела криминального авторитета Виктора Зуева. Я всегда знала, что Виктор, я всегда знала, что Виктор — человек шуруп из талантов. И Рэмба-3. Саша, что мы забыли? Лучшая вообще игра этого года — это HD ремейк «Last of Us 1», который в этом году по подписке дали бесплатно. Лучшие игры — это, которые хорошие, но и бесплатно. Мне очень нравится тенденция. Я его взял и прошел еще раз. Он что-то как-то зажал в свое время денег покупать. Мне очень нравится тенденция, что за Game Awards появляются ремейки в номинациях. Это прям... Ой, да. Окей. Киркоров порадовался. Третий вопрос, он для того, чтобы вы решили мою проблему. Новый год на носу, и у меня есть заядлый друг геймер, он больше ничем не интересуется. Все игры, которые мы сейчас обсуждали, он купил давно по предзаказу. У него дома выставка достижений консоли строения, у него есть все. И тем менее, что-то надо ему подарить. Заядлому геймеру. FIFA 20 сейчас. Что? FIFA 20. 21 уже там вышло, да. Ребеночка из бедостроения. Кстати, да, подарим ему консоль Sega Mini, потому что она у нас в России не продается. Я из Японии привез, пару штучек у меня на есть, если надо, обращайся, я могу тебя подогнать. На Алиэкспресс так же. Да, ну... Надеюсь, ты уже заставкой. Классические игры прям хорошо. Окей, друзья, спасибо за итоги года, за рекламу, да, за все вот это. А я подведу итоги программы, они состоят в том, что за этим столом сегодня был замечательный час. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Таковы игровые итоги года от авторитетных гостей. Слово за вами, наши уважаемые зрители. Пишите комментарии, аргументируйте, вступайте в холивары. Ведь если в чате кто-то не прав, молчать нельзя. Увидимся через неделю в новом выпуске.